У нас нет ни централизованной канализации, то есть водоотведения нет централизованного. У нас нет газификации, то есть мы не можем даже как-то другое заменить, обогревать или на что-то другое. Эти кадры мы снимали в Новопавловске в феврале. Тогда София Нибко показывала свою квартиру, где невозможно было находиться из-за холода. София и ещё 35 детей-сирот получили жильё в этой новостройке в декабре 2018-го. Дом не газифицирован. Отопления от электрических обогревателей, которых даже на эти квадратные метры, не хватало. Дома промёрзли, в помещениях пошла плесень. Счета за электричество для многих оказались неподъёмными. Почти все, в том числе и София, уехали из многоэтажки кто к родственникам, кто на съёмное жильё. Люди стучались во все двери. В феврале по вопросу проблемного дома собирался круглый стол. Участники пытались найти пути решения вопроса. И всё получилось. Ну, честно, я зашёл, мне понравилось тепло сразу, да, в пиджаке на улице прохладно. А сейчас зашёл сюда, прям чувствуется тепло. Проверить, как работает новая система отопления, приехали представители регионального минимущества, эксперты Народного фронта. Постепенно стали возвращаться в свои квартиры те, кому они предназначались. София Нибко на том же месте, что и полгода назад. Соф, почему плачете? Плачу просто потому, что эмоции. Это была борьба очень долгая за то, чтобы нас услышали. И просто слёзы, потому что пять лет ты просто боролся и тебя услышали. С глаз долой, наконец, убирает обогреватель Зинаида Москалёва. В квартире теперь тепло и уютно. Впервые за последние годы зиму девушка ждёт без страха. Тут всё в плесени было. Сейчас в данный момент, конечно, когда нам это всё сделали, вообще шикарно. Мы очень рады, честно. Мы благодарны, что обратились на наше внимание. То есть нас таких много в любом случае. Как бы сейчас пришла платёжка, конечно, 37 рублей за две недели. Или когда платёжка приходила за две недели, у меня образно 6 тысяч. За это я, конечно, готова сейчас подписывать все документы и собирать её себе в собственность. Изначально планировка домов не предполагала центральное отопление. Нужно было полностью менять систему. А на это нужны деньги. Миллионы рублей. Решить проблему помог губернатор края Владимир Владимиров. Он нас поддержал, услышал. И средства выделились из бюджета Старопольского края на перепланировку, на переустройство системы отопления. То есть полностью система отопления была переделана. Вы сегодня можете наблюдать. Котельная модульная стоит рядом. Она прошла ей все экспертизы. Сегодня подаётся тепло посредством газа. У неё это топливо газовое. Но мы слово сдержали. Наше министерство, губернатор Старопольского края, ещё раз всем спасибо за то, что на самом деле поверили в нас, что не ошиблись. И мы все силы приложили для того, чтобы сегодня у деток было всё хорошо. Всё время за ситуацией следило и региональное отделение ОНФ. Сегодня у нас праздник. Вообще праздник у жильцов этого дома. Они вот в знак благодарности подарили Народному фронту вот такой букет. Это очень приятно. На самом деле впервые в нашей практике. Но нужно сказать, что праздник действительно. И мы чувствуем радость и удовольствие от результата нашей вообще полугодовой работы и от работы чиновников, которые добросовестно выполнили, которые отнеслись ответственно и внимательно вот к этой категории граждан нашего государства. Мы, в общем, считаем, что это наша общая победа и радуемся. У детей-сирот подходит срок для приватизации квартир. Из-за того, что люди были вынуждены жить в других местах, образовались долги за коммуналку и социальный наим. На сегодняшний день имущественным фондам предоставляется возможность для того, чтобы предоставить рассрочку. В том случае, если они погасят половину той суммы задолженности. И после этого они сдают документы и выходят на приватизацию. Порадовались хорошему финалу Кира Мартынова и Иван Дацунов. Ставропольское телевидение.